Друзья, добрый день или доброго времени суток, кто когда нас смотрит. Добро пожаловать на передачу Hello Body, канал «Виткрытый». И с вами Олег Калиновский и мы покажем небольшой комплекс по йоге, который может делать каждый. Сегодня мы поработаем с раскрепощением второго такого важного, обычно тяжелого центра, это поясница. Как говорят видящие такие люди и ведущие, что в пояснице накапливается напряжение. Если мы испытываем много стрессов, много эмоциональных напряжений, то у нас начинает грузить наша поясница, как опора уже не удерживает. И поэтому сделаем небольшой комплекс для его раскрепощения. Йога – это занятие для себя, для своего самоосознания. Поэтому мы выделяем какое-то время, где будем думать только о своем занятии, о себе. Не будем ничего вспоминать, ничего не планировать. Мы садимся с ровной спиной, тянемся макушкой вверх, плечи раскрываются в сторону, у нас глубоко растянутые дыхания. И мы удерживаем ровную спину. Затем мы постараемся все свои мысли перевести только здесь и сейчас. Ничего не вспоминать, ничего не планировать. Все свое внимание можно перевести на дыхание, или же на окружающие звуки, музыку можно поставить, звуки привода. Или же можно перевести все свое внимание на точку между бровей и договориться внутренне сами с собой, что мы больше не будем ни о чем думать до конца нашей практики. Находиться будем целиком только здесь и сейчас. И после такой настройки можно уже начать. Как минимум, хотя бы пребывание в таком настроении уже будет раскрепощать нашу спину и само по себе наше сердце будет вытягивать из нашу спину, а голова будет от мыслей легкая и тянутся вверх от воздушной шеи. Ну и перейдем сегодня к нашей пояснице. Для начала сделаем небольшие круговые движения, крупную клетку. Можно во внимание точку солнечного сплетения. Я словно ей рисую круг в одну сторону, в другую сторону. Затем можно вытянуться, положить руки накрест перед грудью и сделать такое небольшое круговое движение, рисуя макушкой круг на потолке. Мы сразу не переходим в максимальное наше возможное движение по амплитуде. Мы стараемся сначала немножко разогреться, укрепиться. И затем только мы увеличиваем эти круги. Все время продолжается глубокое растянутое дыхание. Ну что, перейдем уже к разминке поясницы через работу с ногами. Переводим ноги к бабочке. Дело небольшое покачивание стороны в сторону. Но при этом мы вытягиваемся с ровной спины. Одну коленку мы пытаемся подтянуть к плечу, другой оттолкнуться от пола. Хорошо. Подводим ноги еще поближе. Обхватываем свои носочки, спина ровная. Подбородок подтянут к шее, это очень важно. Спина ровная, макушка тянемся вверх. И на вдохе мы руками тянем носочки. Локти наши прижимаются к ребрам. Спина ровная. И на вдохе подтягивающие коленки. Делаем вдох. А на выдохе. Небольшой наклон вперед, выдох. Еще раз вдох. Раскрывается грудная клетка. Тянешься макушкой вверх. И выдох. Подтягиваем живот. Хорошо. Садимся с ровной спиной. Вытягиваемся вдох. И теперь делаем наклон всем телом в правую сторону. Но стараемся сохранить ровную линию от копчика на макушке. Не разворачиваем голову ни в одну, ни в другую сторону. Стараемся и вытянуться от копчика до макушки в ровную линию. Правой же ногой я отталкиваюсь от пола. Здесь делаю выдох. Возвращаюсь обратно на вдох. И ногу в другую сторону. Видите, я отталкиваюсь ногой от пола. И сохраняю ровную спину. Здесь выдох. Если же вам тяжело, можете ставить руку. Но вы должны ощутить, как ваша нога толкается. Это будет раскрепощать вашу поясницу. То, что вы отталкиваетесь ногой. Хорошо. Садимся с ровной спиной. И носочки обхватываем руками. И пробуем с ровной спиной немножко оторвать ноги от пола. Ощущаем, как мы сидим с ровной спиной. Опять же, в приоритете у нас ровная спина. И вытягиваем ноги в сторону. Аккуратненько. Конечно, в идеале можно взяться за большие пальцы ног. Средним и указательным пальцем. Чтобы у нас был такой контакт. И пробуем растянуть ноги в сторону. Но не спешите. Ощущаем нашу ровную спину. Плечи шеи не зажимают. Поясница подтянутая. И затем только мы вытягиваем ноги в сторону. И я не просто своими руками держу ноги. Я стараюсь носочком надавить на свою руку, чтобы вытянуть свое плечо. Вот таким вот движением я стараюсь раскрепощать. И верхний пояс, и нижний. И здесь ключевую роль играет в бок растянутых дыхания. Если же колени не получается выровнять, сгибайте ноги в коленях. Но в приоритете у нас находится всегда ровная спина. И сгибаем ноги. И саживаемся. Выдох. Мы должны учиться давать какое-то напряжение. И потом учиться делать расслабление конкретной части тела. Давайте поработаем отдельно с каждой ногой. Мы правую руку ставим справа, упираясь в пол. А левую ногу вытягиваем в сторону. Опять же, вначале у нас ровная спина. Подбородок подтянут к шее. Поясница подтянутая. Пускай будет даже нога согнутая. И только потом мы стараемся оттолкнуться ногой от руки. Можно немножко подышать в таком положении. Но если вы закрепостили свою шею плечами, то уже ничего не работает. Попробуйтесь вытягиваться. Дышите. Вдох. И на выдохе можно увести ногу направо. Выдох. Еще раз раскрываем себе. До. И теперь вводим ногу назад, коленку вперед. И подтягиваем носочек к себе. Выдох. Далее можно упереться коленкой в пол. Руку поставить поближе. И пытаться подняться на своих ногах. Я поднимаю таз. Но не опережайте события. Если вам слишком тяжело, оставайтесь на тазу. Здесь тоже можно работать. Если есть возможность, мы пробуем подняться. Здесь мы делаем ногами две вещи. С одной стороны мы стараемся раскрыть ноги пошире, разъехаться, чтобы как можно ниже сесть. А с другой стороны мы стараемся таз поднять повыше. Если мы будем соблюдать такую двойственность в ногах, то наши все мышцы на бедрах и верхней и нижней будут одновременно напрягаться. Подтягиваем локоть вниз. И дышим в этом положении. Опять же, здесь нужно акцент тоже держать на спине и на дыхании. Спина нигде не должна закрепощаться. Дышим в таком положении. Кому, конечно, не хватает какого-то экшена, можно вытягивать руку, можно выхватываться ногой, можно переходить, делать более сложные всякие положения. Но в этом нет смысла. Лучше делайте по-простому и аккуратнее. И давайте сделаем этот же комплекс на другую сторону. Вытягиваем правую ногу, левая рука сзади, спина ровная, вдох. Немножко дышим в этом положении. И на выдохе закрываем ногу, тянем к полу налево, выдох. Раскрываемся еще раз, вдох. И уводим ногу назад, носочек тянем к пояснице, выдох. Здесь мы стараемся коленками разъехаться в разные стороны. Если есть возможность, поднимаем таз, дышим в этом положении. Колени одновременно разъезжаются и в разные стороны. Ну и мы хотим тянуть таз повыше. Во всех этих положениях дышим. Тоже локоть, если опуститься вниз, это даст возможность сделать мне ровный, равномерный прогиб в спине. Присаживаемся. Давайте продолжим. Вытягиваем ногу, вдох. И опускаем ее на ногу, выдох. Руки через сторону вверх, вдох. И наклон в сторону правой коленки, правой ноги, которая сохнута, и сверху. Выдох. Потянулись вверх, вдох. Тоже плечи и шени закрепощают, спина ровная. Хорошее настроение, радуемся в тренировке. И наклон вперед, выдох. Наклончик. Теперь вытягиваемся вверх. Возвращаемся в вверх. Ну что, вот такие вот минимальные движения, которые может делать каждый человек. Еще раз повторюсь, нужна настройка внутри себя, что мы не должны беспокоиться ни о чем. У нас должно быть принятие того положения, которое у нас есть сейчас. И настроен на то, что все может измениться у нас к лучшему. Благодарю всех за просмотр. С вами был Олег Калиновский. И передача HelloBody на канале Виткрытый. Субтитры сделал DimaTorzok